Всем привет! Сегодня не кулинарный ролик, а блог из огорода. Смотрите, как идеально чувствуют себя цветочки в таких вот горшочках. Декоративная капуста, её подъели мушки. Смотрите, какая красота. Хлепота. Очень красиво. Немножко подкармливаю удобрением и плеваю каждый день. Вроде всё им нравится, растут хорошо. Будет очень много шиповника. И цветёт. Малина поздняя. Ну, к сожалению, в сентябре уже начинаются морозы. И большую часть не успевает одобрить. В нашей волосе позднюю малину смысла особого слажать нету. Потому что могут уже в сентябре прям чуть не первого, второго быть морозами. Минус два, минус три. Это уже сбивает малинку. Ну, хотя, смотрите, ну, смотрите, крупная. Уже немножечко есть. Смотрите, какая красивая. Ещё немножко и можно будет пробовать. Клубника, которую я сажала моя, чувствую себя нормально. Дала усики. Ремонтантная второй раз не зацвела. Некоторые усики я оставила. Тоже немножко сюда подсадила. Болеет жарко, дождей нету, 30 градусов жары днём. Поливаем два раза в день, утром и вечером. Ставила ещё усиков. Чуть попозже ещё немножко досажу, когда тут появится корешок. Так вот красивый усик. Единственное, почему-то одна желтеет. Интересно, что надо. Груша тоже цвела, но ничего нет. За всё время были один раз груши. Они были вкусные, как, блин, покупные груши были. Зарвали их, они дозрели. Ну оставили, срубать не стали, в этом году цвела. Ну, морозы-морозы, всё портят. Чё хочу сказать по поводу теплицы. Своими руками было видео. Всё идеально, показываю. Вот в одном месте прям чуть-чуть целлофан вышел, но это на 20 августа. Бюджетно и очень идеально. Там помидоры у нас вовсю, огурцы, перец. То есть идеально бюджетно. Ну, естественно, надо каждый год делать заново. Такой каркас остаётся. Всё у нас заросло. Громенные помидоры. Огурцы уже отходят. Некоторые помидорки только цветут. Разбирать ещё будем в конце сентября, наверное. То есть со своей функцией теплица собственного и с подручного материала собственными руками выполнена. Тут у нас тоже всё идеально с этой стороны. Была застеклённая старая рама. Всё просто прекрасно и замечательно. Ну, рамы уже были облезшие. При желании можно покрасить. Но это не принципиально. В конце не до красоты делаем. Тут с этой стороны никто не видит у нас что творится. Немножко трава поросла. Всё идеально быть не может. Вот. Тоже было видео. Показывала, как быстро вырастить петрушку. Вот она. Это уже, наверное, будет четвёртая срезка. Ну, немного, но очень хорошо растёт. Прямо на днях ещё раз срежу. Перчик хорошо себя в теплице чувствует. Вот этот перчик у нас был покупной из красного, да, как болгарский магазинный. Зимина оставили. Не очень много, конечно, его. Но есть. Но уже срывала я, конечно. Огурчики, в принципе, уже отошли. Но ещё есть тоже. Помидорки спеют. Ну, ночью уже холодные. Видно, что всё начало вылтеть. Вот такой огроменный подсолнух. Я даже боюсь его трогать, потому что он может сломаться. Смотрите, какой большой вырос. Он тут один, никто его не сажал, но сам вырос. Как обычно завёлся тракторами, когда я выхожу на улицу. Помидорки крупные я уже собрала. У нас ночи холодные, поэтому мы их собираем пораньше. Ну, 20 августа для нас это нормально. Холодная ночь для нас шипалась. С утра полила я помидорки, чтобы вот мелкие ещё подросли. Ну, к сентябрю будем убирать. Некоторые тоже вот сохнут. Тихоньку спеют. Ну, подрастут ещё. Завтра ещё с утра, в воскресенье будет, я тоже полью где-то. До десяти. Картофель тоже уже посох. Дождей практически не было. С июня месяца мы сажали в мае. А восьмое или девятое точно не помню. Уже можно копать. Так, подкапываем. Но картофель хороший. Где-то тут ранний сорт, тут попозднее вот сорт. Ну, думаю, будет неплохой урожай. Нам будет достаточно. С кабачками буду по-прежнему вести бой. Уже было не одно видео, что я из них готовлю. Одна грядка, но очень много кабачков. Скорее всего, буду готовить икру. Раза два, наверное, сделаю. И остальное будем думать. Сейчас, в принципе, если их положить в холодное место, то ничего с ними не будет абсолютно целый год. Как минимум до зимы. Сюда же можно при желании сорвать вот маленький кабачок водочкой. Чуть-чуть подрастет и водочкой запечь что-либо. Арбузики. Кто-то хотел, наверное, погрызть. Ну, еще зеленоватый, конечно, будет. Хотя в одном месте я сажала рассады. Круговые беда. О, дынька какая красивая. Дыньку можно будет попробовать со временем. Через недельку. Я тут не поливаю. На все не хватает времени, естественно. И сил. Ну, иногда желания. Но больше времени и сил. Дыньку. Здесь у нас плантация тыквы. Тыкву какую-то оставим себе. Какую-то отдадим. Смотрите, уже какая большая коровка. Крупная тыква в этом году. Ух, извинешь даже. Смотрите, какая прям. Можно делать целую карету. Иколка еще небольшая. Она почему-то плохо сходила. И вот видно, что некоторые подсаженные. Яблоня цвела хорошо. Можете посмотреть видео. Снимала в мае. Но были дожди. Был мороз. И яблочек очень мало. И они всем папайя одолем. Хотя вот смотрите. Одно осталось. Но это позднее. Оторвать пока смысла нет. Мало яблок. Но падали они. Смешно было. Капуста в целом тоже неплохая. Это поздняя капуста. Раннюю мы все почти порубили. Осталось немножко. И вот эту капусту я сажала экспериментом несколько штук. Сразу в грунт. И под бутылку. В целом неплохая. Ну, перчик даже немножко поспел, что бывает. Достаточно редко у нас. Будем скоро собирать. Хороший перчик. Вот такой обзор не идеального огорода. Идеально все нельзя сделать. Потому что, смотрите, даже цветет. Много и не успеваешь с работой. Это надо жить на огороде. И больше ничем не заниматься. Конечно, где-то травка растет. Все не идеально. Вот эти как сверчки. Стрекочет, наверное, слышно. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте подписаться на канал. Смотри. Три嘉зche. Что за просмотр назначено. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...